Если вам уже побольше лет, я думаю больше 35, и вы любите охоту, оружейные магазины, оружие, то вы наверняка много лет их посещали. И вы заметили одну самую главную вещь. Особенно если вы живете в крупном городе, таком как я, Москва, Санкт-Петербург, может быть какие-то другие города, пишите в комментариях именно об этой ситуации. И одна есть главная фишка. Куда пропадают оружейные магазины? Магазины исчезают, их нету в общем-то по городу. Даже в огромной Москве, если еще, я вообще оружием стал так интересоваться, но сейчас вам скажу примерно с какого года. Наверное это было все-таки, сейчас 24 год, я думаю 21 год назад, где-то с 2003 года я начал их посещать, интересоваться, мне это нравилось. Их было просто полно. Особенно их много было в центре города, то есть внутри Садового кольца. Если сейчас вы все это в памяти внутри держите, то сейчас нет ничего. Причем я езжу и по каким-то другим городам и замечаю, что оружейные магазины исчезают. Даже легендарные, которые были при Советском Союзе. Вот я часто посещаю Пятигорск, вы это видите, это знаменитый магазин в центре города, который был еще при Советах. Я был в нем даже в детстве, очень любил. Его тоже нету, там сейчас продуктовый магазин, по-моему магнит или пятерочка. Итак, я хочу вам показать одну очень интересную вещь. Сейчас, подождите. По-моему, что-то с освещением какие-то проблемы, то ли солнечное затмение. Для меня, как для блогера, недостаточное освещение это не проблема. Ведь у меня есть портативная электростанция от компании Artel. Artel PSL на 1500 ватт. Но портативная электростанция нужна, конечно, не только блогерам, но и туристам, охотникам, рыболовам, силовым структурам и просто на даче. Портативная электростанция Artel PSL 1500 ватт имеет высокую емкость аккумуляторной батареи 400 тысяч миллиампер в час. Обладает длительным сроком эксплуатации и хранения. Имеет три варианта зарядки станции. От сети на 220 вольт. От автомобильного аккумулятора на 12 вольт. От любых типов солнечных панелей через порт XCT60. Здесь же. 12 портов для зарядки приборов с защитой от короткого замыкания. В том числе наличие двух портов USB Type-C с мощностью 100 ватт с функцией Power Delivery. Наличие стабилизатора напряжения и возможность работы как источник бесперебойного питания. Встроенный беспроводной модуль поддерживает зарядку мощностью до 15 ватт и позволяет заряжать совместимый смартфон или носимое устройство беспроводным способом. Ну и что замечательно, имеет две розетки на 220 вольт. Потребляемая мощность 600 ватт позволяет заряжать устройство от бытовой розетки без нагрузки на электросеть. Что особенно актуально для дачных поселков и удаленных районов страны. При зарядке от бытовой розетки время полного заряда станции всего 90 минут. В комплекте портативная электростанция, руководство пользователя, три вышеупомянутых кабеля и переходник для подключения автомобильных устройств. А приобрести эту замечательную электростанцию вы можете по ссылке в описании. А теперь поехали. И вот что я вам хочу показать. Смотрите, что у меня есть, друзья. Это карта. Карта всех оружейных магазинов, где можно достать оружие, где можно купить охоту. Это у нас 2001 год, господа. То есть подана в печать в 2001 году. И здесь я ее лично купил. По-моему, в 2002-2003 году я ее купил. И здесь у нас вся информация. И именно вот по этой карте вы поймете, насколько, то, что мои слова, это не просто голословность какая. Насколько было много мест, где можно было в Москве купить оружие. Я вам сейчас покажу, как так было, вот сколько их было. Покажу вам на видео, некоторые живые видео и объясню, почему так все печально сложилось, друзья. Вот она карта. Посмотрите. Вот стрелками указывают. Вот она Москва. Москва внутри МКАДная. И здесь указано огромное количество охотничьих магазинов. Это у нас и Кольчуга, и, ну, которые вы стабильно знаете, да, Кольчуга, Динамо, знаменитый магазин. Оружейный центр, там Стрелок. Потом Охотник номер 11, МОПР. Это, естественно, советский еще магазин был. Ну, их здесь много, особенно тот, кто увлекался пневматическим оружием, это магазин Аникс, Вальтер, Вальтер, это не Вальтер, там продавали, там, по-моему, все-таки продавали пневматическое оружие. И, причем, многие из них, они располагались в центре города. Посмотрите, сколько стрелок прямо внутри Садового кольца, друзья. Сейчас я, если я не ошибаюсь. Так, вот это у нас бульварная, это у нас садовая, это третья транспортная. Еще хорб не было. Вот, посмотрите, видите, сколько в центре города было оружейных магазинов. Я так расскажу вкратце. То есть, вы видите, оружейных магазинов у нас бон сколько. То есть, кружки, это оружейные магазины. Вот тут развертка дается, сколько, ну, то есть, как вот детально к ним пройти. Это вот и на Павелецкой магазин, там рыбак, ну, там были и оружие в том числе. Потом на Рижской охотник магазин, там на площади Ильича, ну, то есть, много. Кстати, вот ножевой магазин НОКС тогда только появился. Вот ножи, конструкции Скрылева, они находились на Новокузнецкой. Я хотел бы, естественно, коснуться центра. От тех магазинов моих любимых, куда я вообще впервые увидел, это знаменитейшие, старейшие, советские, может быть, даже, я не знаю, кто пишет, кто знает, вернее, напишите, когда он появился, это знаменитый магазин на Мясницкой, охотник, который в старинном таком доме находится, вот рядом с фарфором. Вот он, я вам показываю, сейчас туда перемещусь. Это незыблемое, это магазин охотник на Мясницкой, между чистыми прудами Лубянка, в этой перском доме, в этом. Но нет, и даже он исчез, хотя я его посещал вообще с начала 2000 года. Все тут на месте, но, кстати, исчез вот этот знаменитый фарфоровый магазин, который был здесь всю жизнь тоже, с Российской империей, между прочим. И вот этот вот магазин. Увы и ах. Там заброшка, и эта заброшка уже 3-4 года. Я там был последний раз, ну, лет 5 назад, и как раз висели, холостое оружие висело. Там точно помню автоматическая винтовка Токарева холостая за 45 тысяч. И помню еще, там такие бывалые старики всегда торговали. И он такой сказал, что нам конкурировать с интернетом ничего не продается вообще. Ну, так пожаловался, что ничего не продается, и смысла нет. А мы такие цены конкурировать с ними не можем, низкие. Ну, потому что тогда в интернете, по-моему, автоматическая винтовка Токарева стоила 38 тысяч, а вот у них 45. Ну, то есть разница колоссальная. Все, этот магазин исчез. Потом еще был очень интересный магазин. Сейчас вам его покажу. Он был у нас на метро Трубной. Так, метро Трубная это у нас, по-моему, вот где-то вот здесь вот. Вот здесь. И тоже этого, вот, цветной бульвар, вот, вот он показывается, этот магазин. Охотничий двор, точно, охотничий двор. Сейчас там находится ресторан, никакого охотничьего двора нет. Причем это здание было разрушено, и его перестроили. И там находится сейчас косметический магазин, азбука вкуса и ресторан Пифагор. Тоже классный магазин был, много стволов продавалось, тоже он ищет. Вот это цветной бульвар. Здесь был в этом старинном здании, которое, кстати, очень сильно реконструировано. Тоже на первом этаже очень старое оружие-магазин, который тоже ушел в небытие. Сейчас там ресторан Пифагор, по-моему. Магазин, вот где, это кольчуга. Кольчуга же, все знают, что она находится на Варварке, она до сих пор существует. Это достаточно такой распиаренный, дорогой магазин. Там такие супер вещи продают. Там Глок впервые появился, когда пистолет. Потом вещи, которые стоят по миллиону рублей и больше, друзья. Но у них, кто не знает, у них в пик своего бизнеса, в пик рассвета был второй магазин. Вот он, друзья. Об этом месте лет 15-16 назад, вот здесь, вот где магазин ГЭС находится, здесь был большой оружейный магазин. Вот по этим ступенькам можно было подняться. И он занимал вообще тут все пространство огромное. Здесь медведь стоял, чучело его, было куча стволов и куча оружия. Вот это одно из мест тоже, где когда-то был шикарный магазин в центре Москвы. Ну, сейчас здесь вот такая вот фигня. Теперь я объясню вообще причины. Давайте я вернусь в Российскую империю. Смотрите. В Российской империи, как вы знаете, продавалось огнестрельное оружие. Это у нас были пистолеты, винтовки, потом ружья. И все это продавалось свободно. До, друзья, 1901 года, друзья. До 1901 года абсолютно все виды стволов. На тот момент, что это у нас были? Ну, там берданы, гладкоствол, а из реально боевых пистолетов Браунинг 1900, Борхарт, Люгер, Маузер С-96. Можно было прям реально прийти в магазин. На Кузнецком мосту был оружейный магазин и купить эти стволы. В 1901 году Николай II выдает приказ, что оружие, стоящее на вооружении армии, и продавать свободно нельзя. Это у нас были как раз Люгер, это у нас был Маузер С-96. Остальное ты мог там Браунинг 1900 и купить дальше. Потом следующее происходит в 1903 году. В 1903 году, друзья, у нас закручиваются гайки дальше. Николай II новый приказ издает оружейный. И оружие теперь можно было покупать именно пистолеты. Я про пистолеты говорю, то есть ружья и какие-то там винтовки без проблем. А вот пистолеты для ношения с собой уже нужно было покупать как сейчас холостое оружие с уведомлением. То есть записывают тебя, ты паспорт показываешь, записывают тебя в тетрадочку, прописку твою, и все, и известно, кто купил. Но это как бы не так страшно. Следующая революция, 1905 год, гаечки опять закручивают. И уже нужно было получить от начальника полиции прям реальное разрушение. Разрешение. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что получить разрешение какому-то там колхознику было невозможно. Собственно, как бедному человеку. Это нужно быть серьезным, солидным купцом, может быть, там какой-то гильдии или каким-то графом. Я не знаю. Вот. Потом покушение на Столыпино идет, это, если не ошибаюсь, 1912 год, поправьте меня. Вот. И опять гаечки закручиваются. Потом Ленин приходит к власти и, в общем-то, все оружие запрещают, друзья. Потом его попозже там начнут расслаблять гайки, но не суть. Итак, вернемся к Российской Федерации. Во время Советского Союза были, конечно, вот охотничьи магазины в небольшом количестве. В таком огромном они, естественно, не существовали. Но начинается некая такая вот демократия, свобода и оружие начинает массово продаваться. Оно продается в переходах газовые баллончики. На толчках нелегально продают газовые пистолеты. И, естественно, это требовало какой-то легализации, порядка. И появляются оружейные магазины. И даже в 93-м году идет речь о том, чтобы разрешить продажу боевых пистолетов калибра 9х17 Курц и Жи. Пистолеты и Жи. Но как-то кто-то, видимо, это лобби закручивает. И, увы, это не идет, так сказать. В отличие, кстати, от Республики Молдовы, от Грузии, от Прибалтики, это не идет, так сказать, в тренд. Не разрешают, короче говоря. Вот. Тогда оружейных магазинов становится больше, потому что появляется много новинок. Это травматы, которые только появились, да, до этого были газюки. Потом различные виды газовых баллончиков, ножевой рынок, сюрикены, там звездочки, все дела. И все это свободно, абсолютно продается. Я даже помню, продавали зажигалки, то есть газовый баллончик, который под зажигалку сделан, вот эту китайскую прозрачную, вот. И 50 рублей это стоило. Я их покупал, и мне так нравилось. Реально нажимаешь на педальку, и вот такой вот газ идет. Потом, кстати, вышел закон о том, чтобы запрещено выпускать баллончики газовые, которые имитируют какие-то бытовые предметы. Ну, и типа ручку, зажигалку тоже. Ну, и многое другое. Там пачку сигарет. Разные бывают, по миру я их видел. Постепенно, с началом двухтысячных годов, самые страшные изменения законодательства начинают с приходом к власти Медведева. Тогда запрещают у нас свободную продажу антикварных пистолетов, а именно Смитвессоны нарезные. Теперь нужна будет коллекционная лицензия. А потом и вовсе они должны быть деактивированы, друзья. Потом, после этого приходит знаменитый, появляется, кстати, потом такое счастье, как холостое оружие, 14-й год, конец, и вроде бы люди чувствуют какую-то слабину. Но все это с появлением керченских и пермских стрелков, а потом казанских стрелков, три их всего было, да, пермские, керченские, керченские первые, потом пермские, потом казанские. с этим начинает конкретное закручивание гаек, и появляется Росгвардия, как вы помните, в 18-м году, если я не ошибаюсь, она берет под контроль оружие, и там не только само законодательство оружейное закругляется, закручивается, но и правила продажи оружия, то есть магазин должен там расположен в таком-то месте, потом помните чемпионат мира по футболу, и магазин должен закрыться на это время, вы представляете какие-то убытки, потом коронавирус этот пришел, опять, и в общем-то постепенно бизнес оружейный начинает погибать, некоторые подумают, что он ушел в интернет, ошибайтесь, в любом случае торговать нарезником, гладкосполом просто в интернете, не имея реальное место, где тебя проверку сделают, невозможно, поэтому, кстати, газовые баллончики, которые свободно продавались, их имеют право продавать, то, что по паспорту, это я знаю, хотя смысл, там же нету каких-то меток хроматографических, то есть если ты запишешь, что человек купил баллончик, но он же не номерной какой-то, ну это бред, ну то есть посмотрел, что человек совершеннолетний, продал, зачем записывать в журнал номер его паспорта, ну это, блин, ну это а логично вообще, в принципе, помните, на Павеляге, там длинный переход, там продавали газовые баллончики, ножи, все это, тема, вся это исчезла, пневматики, и потом там проверки начались по поводу, то, что камеру хранения оружия нужно, комнату целую магазин должен иметь, а не просто сейфы какие-то, и все это привело к тому, что вот эти все магазины нафиг позакрывались, вообще, даже я слышал такое, что чтобы открыть в Москве оружейный магазин нужно иметь сумасшедшие знакомства, и, ну как бы, и нужно, чтобы один магазин исчез, и другой вместо него появился, ну по крайней мере, я так слышал, если это не так, пишите в комментариях, я как бы, значит я заблуждаюсь, я слышал это, и все, из таких магазинов, вот кто реально, я знаю, за последние годы, такой нормальный, настоящий, оружейный появился, это магазин на Ленинском проспекте, Варяг, и по сути, вот так знаешь, это кольчуга, наверное, Варяг, что-то даже на голову ничего и не приходит, кстати, на Ленинском проспекте, раз про него вспомнили, был очень знаменитый магазин, друзья, это магазин Камбрик, вот он, вот он находился на Ленинском проспекте, прямо на входе в Кио имени Горького, или имени Скучный сад, здесь продавали макеты оружия, там пулемет Максим стоял, награды, шашки, сабли, классный магазин был, помню его, цены там такие приличные были, но потом он плохо кончил, его прикрыли эту лавочку, но магазин был классный, один из первых таких, где вот такое продавали, ну вот собственно, что я могу сказать, история циклична, думаю, может быть мы, не мы, так наши дети доживут до того момента, когда опять эти все магазины появятся, и все будет опять, ну собственно, пишите свое мнение, пишите свои комментарии, пишите, что в вашем городе, России и другом, потому что я рассказал так детально про Москву, с вами был я, Денис Давыдов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро переместимся в Рутуб, и также на мою телегу, подписывайтесь, вот пир-код, пока!